Продолжение следует... С одной стороны и Дмитрием Курдемовым, который, напомню, курирует весь социальный блок нашего правительства и всю работу. И достается им, конечно, сейчас очень непросто. С другой стороны, вот такая жаркая там была дискуссия. Кто захочет, может почитать в телеграм-каналах, например, или еще где-то. А мы с Дарьей сегодня будем говорить о том, какие меры предпринимаются для противодействия распространению коронавируса. Очередная из них настигла нас вчера. Со вчерашнего дня кировским кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей после 23 часов. Эта мера вводилась постепенно. Сначала им запретили проводить после 23 часов под видом кормления гостей. Угощение, их под видом угощения проводить какие-то концерты и мероприятия. А теперь закрыли вообще окончательно. Ну и я так понимаю, что действовали по рекомендации Федерального Роспотребнадзора. Юлия Долгооршиных с нами на связи. Руководитель группы предприятий Юлия Долгооршиных и генеральный директор кофейни «Шоколадница Киров». Насколько я понимаю, Юлия уже нас слышит. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Юлия, я не знаю, по-моему, вот «Шоколадница» не работала позже 23 часов. Может быть, я ошибаюсь. Да, у нас был период, мы когда только открывались, мы работали с 8 до 11, потом сократили время работы. Мы сейчас работаем с 9 до 9. Поэтому, в общем-то, так скажем, эта мера, которая выбрана, нас не сильно касается, но в целом она, конечно, коснется очень многих и очень большого количества сферы общепита. Правильно ли я понимаю, что это кафе, в основном такие достаточно большие по площади, да, и это рестораны? То есть это тот бизнес, который давно там прочно работает в нашем городе, затратка у которого большая? Да, я так понимаю, что все-таки у нас рестораны не так многие работают позже 11 часов, да, в общем-то, чаще всего это все-таки до 12 часов у нас закрываются подобные заведения. Все-таки у нас город не ночной, не столица, вот. Что касается именно ночных клубов, да, и там, где у нас проводит время молодежь, и многие отдыхают, отмечают какие-то свои праздники, то вот, конечно, под наибольший удар попадет именно эта категория сферы общественного питания. И самое грустное, что эти заведения, они, в принципе, нацелены изначально были работать на ночную жизнь, да, и поэтому думать сейчас, что к ним днем кто-то пойдет, ну, это бесполезно. То есть ночной клуб, он на то и ночной клуб, что в него пойдут ночью, вот, поэтому для них это, конечно, будет очень большой удар, и для многих проще будет, опять же, не работать в этот период времени, поэтому, возможно, это ограничение имеет под собой какую-то почву вменяемости, потому что, да, ну, есть желание ограничить контакты ночью, да, но если мы говорим, предположим, с вами, что это какой-то некий, там, комендантский час, чтобы ночью у нас вообще было по минимуму контактов, ну, тогда, друзья, наверное, нужно, чтобы ничего не работало по ночам, вот, это во-первых, а во-вторых, необходимо, так как это ничего не работает, и это закрытие бизнеса, соответственно, необходима ведь поддержка, потому что у этих же ночных клубов никто не уберет сейчас аренду, зарплату, прочие расходы, ну, то есть здесь как-то очень, конечно, такая мера сложная, я бы сказала. Ну, я видела уже в социальных сетях шутку про то, что коронавирус особенно активен ночью, распространяется именно поэтому, да, после 23 часов собираются все закрыть, но там были логичные, с одной стороны, как кажется, объяснения властей, что посещение ночных клубов сопряжено там с принятием крепких напитков, например, да, и в этот момент люди себя мало контролируют и не соблюдают социальную дистанцию, вот. Слушайте, ну, тогда, знаете, нужно тогда таким путем и все магазины наши на букву К и на букву Б закрывать, да, по ночам, чтобы у нас тоже не было, знаете ли, желания поздно вечером выйти и что-то себе прикупить и потом со всеми начать обниматься и целоваться, ну, то есть, знаете, мне обидно за то, что сфера общепита, она очень серьезно сейчас дискриминируется, и как сама сфера, так и люди, которые у нас там работают, то есть сейчас уже многие понимают, что устойчивости и стабильности в таких профессиях, как повар, официант, бориса и все, что с этим связано, все, что связано с сферой общепита, ее нет, и поэтому люди ищут что-то более для себя стабильное, потому что, естественно, у всех свои обязательства, и все хотят все-таки стабильной жизни, да, и в плане зарплаты в том числе, вот. А мало того, что мы, я уже об этом говорила, очень долго призывали, формировали эту культуру гостеприимства, формировали культуру кушать не дома, завтракать не дома, проводить бизнес-встречи не дома, а сейчас мы столкнулись с тем, что это очень опасная вещь, куда-то ходить в общепите. Вирус, в принципе, опасен, и он, в принципе, мне кажется, без разницы, где он сидит в общепите, либо там в магазине, либо в общественном транспорте, либо на улице даже, да, то есть мы об этом в любом случае не узнаем 100%, и поэтому вот так вот на одну отрасль, конечно, нападать, но это грустно. И мы очень долго будем восстанавливаться, и не все смогут восстановиться после этого, и как бы вот мы сейчас ощущаем очень серьезный спад, потому что, ну, многие болеют, многие сидят с ними на карантине, многие запуганы, вот, и только частичка людей приходит к нам перекусить. Есть ли, возможно, какие-то надежды в таком случае, ну, то есть если здесь вот ограничили ночью, возможно, власти решатся на какие-то и более строгие меры, учитывая, что какие-то такие меры уже принимают другие страны, есть ли какой-то расчет на то, что опять будет оказана какая-то поддержка финансовая со стороны государства, бизнеса? Ну, тут, наверное, все-таки вопрос не ко мне. Я считаю, что если вдруг будут какие-то ограничительные мероприятия, эта поддержка необходима, опять же, потому что все обязательства, они никуда не деваются, и та первая волна наших гостей, наших покупателей в сфере розницы, которая прошла после снятия ограничений первичных, она, конечно, там кто-то радовался, что, о, вот у меня даже лучше, чем в прошлом году было. Но, поверьте, потом начался планомерный спад. Сейчас спад вот просто уже такой, знаете, критичный. Я все жду, когда мы будем отталкиваться от дна. Вот. И мы далеко ведь не покрыли эти три месяца, даже несмотря на то, что многие получили субсидии. Поэтому здесь, ну, просто ограничить работу бизнеса, это очень серьезный такой шаг. Поэтому все-таки мне хочется верить, что прямо на такие категоричные принятия решений не пойдут. Ну, вот, что касается ночной жизни, ночных клубов, здесь уже приняли такие решения. И, конечно, я не знаю, мне кажется, здесь нужно, возможно, как-то объединяться, писать, говорить о том, что, ну, действительно, раз они не могут работать, то, наверное, им нужна какая-то мера поддержки. Спасибо большое. Юлия Долгоршиных, руководитель группы предприятий. Юлия Долгоршиных, генеральный директор кофейни «Шоколадница» была, да, «Шоколадница» Киров была с нами на связи. Мы сейчас продолжим связываться с представителями отрасли. Слушай, а вот смотри, я вижу, у нас же наша служба новостей писала новость от 20 октября, о том, что дискотеки продолжают проводить, несмотря на запрет. А потому что их никто не ловит? Нет, я к тому, что в чём разница между вот тем запретом и нынешним. А в чём разница? Да. В том запрете запрещено было в общепите после 23 часов проводить какие-то массовые мероприятия, ну, вообще там, да, концерт какой-то, выступление какое-то, я не знаю, там, банкет какой-то, ещё что-то. То есть формат массового мероприятия был запрещен, а сейчас запрещено вообще работать после 23. Ну, то есть даже поесть после 12 дней. Да, дверь на клюшку и всё. Андрей Несветаев с нами на связи, управляющий партнёр группы компании «Культура и гостеприимство». Андрей, добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в ваших заведении коснулся ли вот этот запрет со вчерашнего дня действующий не работать после 23 часов? Ну, совсем немного. У нас были заведения, которые в пятницу в субботу работали до более позднего времени. Но, учитывая общий спад посещаемости, в принципе, для нас это не критично. А мы можем их назвать? Сколько их? Порядка пяти заведений у нас вот в выходные дни позднее работали. Понятно. То есть после 11 часов. И вы говорите, что для вас с точки зрения финансов это не критично, но при этом оговариваетесь, учитывая спад. Все верно. А что? То есть у нас это последние часы работы были, то есть они, в принципе, были не сильно активные. Но, учитывая, что спад идет на рынке в целом, в принципе, это все видят и в курсе. Нам это время получается, что даже где-то может быть и выгодно. То есть именно конкретно, если говорить про наши заведения, то, в принципе, повторюсь, на нас это не повлияло негативно. Хотя, конечно, на рынке огромное количество заведений, мест, которые очень сильно пострадают. А многие фактически потеряют всю свою основную выручку, которая у них бывала в это время. Андрей, мы можем сказать, какого формата вот эти заведения, о которых вы говорите, кто пострадает очень сильно? Ну, понятно, что это и типа ночных заведений, ночных клубов, дискотек, но также и просто заведения, которые работали круглосуточно, типа, например, Нобель. Также это, например, заведения... Андрей? Алло, да. Да, так, пропали. Мы на Нобеле остановились. Да, Донар пострадает, да, потому что часть заведений у них работали. Оставили, конечно, возможность нам работать на вынос. И на вынос. На доставку, поэтому, наверное, в меньшей степени они пострадают. В большей степени именно ночные заведения. В общем, в Донаре нельзя быть ночью поесть. Если ты приехал зачем-то там или шел мимо, надо с собой брать и выходить на улицу, получается. Даже в таком формате. Все верно. То есть вообще посещение... Там сформулировано так, что запрещено нахождение посетителей внутри заведения общественного питания. То есть взять с собой, пожалуйста, купить, выйти и есть на улице, пожалуйста. Запрещено находиться внутри заведения общественного питания. Но сейчас не очень-то поешь вообще. Скоро сугробы уже будут. Как-то на улице некомфортно совсем. Ну, да, все свои предпочтения. А возможно ли, что не все будут соблюдать, скажем так, это требование? И часть заведений, несмотря там на штрафы, которые сулят за нарушение этого режима, все равно на это пойдут, чтобы хоть как-то удержаться на плаву? Не готов ответить. Когда в марте закрывали всех, там практически не было подобных инцидентов. То есть те, кто более-менее работает в правом поле, они все закрылись. Поэтому я думаю, что и сейчас вряд ли кто-то будет рисковать. Еще, Андрей, такой вопрос. Все-таки вот если мы на перспективу посмотрим, ну, когда-то же коронавирус нас покинет вообще там, да? Мы надеемся, по крайней мере, на это, да? Конечно. Вот, эта история вся с ограничениями, как скажется, в целом на рынке и на рынке там общественного питания, услуг, гостеприимства вот именно в этой сфере, да, который там в ночное время оказывался. У меня вообще ощущение, что в Кирове скоро вот ничего не останется ночью. Я вчера, извините, пожалуйста, за подробности, пыталась купить себе жевательную резинку в половине одиннадцатого. Ну, я понимаю, что там у нас есть три работающих глобуса круглосуточно. Я, конечно, доехала бы туда на машине, но это смешно. Что у тебя, мне кажется... Будем, как в Европе, жить днем, ночью спать, переходить на более правильный режим жизни. На более правильный режим сна. Да, надо искать во всем свои плюсы. Понятно. Спасибо большое, Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компаний «Культура гостеприимства». Ну, вот Андрей говорит, что для их заведения это небольшая проблема. И так был, как я понимаю, не очень большой. Ну, видимо, формат просто заведений такой, что не очень большой поток посетителей после 23 часов. И выгоднее, возможно, даже не выводить сотрудников в это время, да, отпустить их пораньше. Ну, кстати, вот смотри, да, вот Андрей может быть и прав в том плане, что пока вот этот коронавирус у нас гуляет, изменится вообще сама структура времяпрепровождения какого-то. То есть постепенно все вечеринки, концерты сдвинутся, может быть, по времени. Куда? Куда сдвинуться? На 5 утра? Нет, не обязательно на 5 утра, но где-то на пораньше. На пораньше. Слушай, ну, я вот помню, как мы однажды очень поздно добрались, мы транзитом ехали через Люксембург, и было 8 вечера, 8, то есть не 10, не 11, не тем более, не 12. В 8 вечера мы попытались спросить у местных жителей, где мы можем перекусить. Все так смеялись, такие, вы что, ребят, в 8 вечера уже все закрыто. Как? В 8 вечера все. То есть в Люксембурге нет культуры вечернего времяпрепровождения. И до коронавируса еще было много лет, поэтому... Нет, ну в этом смысле, конечно, там многие европейские страны, они хотя бы в кафе можно там, да, то есть если там магазины, например, торгующие продукты мелкоголем закрываются в 7-8 вечера, то сходить поужинать и выпить вина, например, если кому-то вдруг захотелось, то это можно сделать в кафе. В Люксембурге, значит, и этого нельзя. Это бедные люди, как они живут вообще в этой их дремучей Европе? Вот это они предвидели, все предвидели. Вот, но на самом деле, вот смотри, вот я рассказывала тебе, да, ситуацию, которая произошла со мной на днях, не буду озвучивать название заведения, конечно, в котором днем, даже не вечером, что называется, под покровом ночи, а днем на бизнес-ланче нам предложили кальян, который, как известно. Запрещен. Ай-яй-яй. Запрещен. Вот, и на вопрос, собственно, как бы, что, какой кальян? Ну, вот, ну, хлоргексидином обрабатываем, все по-честному. Но нет, ребята, это не по-честному. Это запрещено. Да. Ну, вот поэтому я, наверное, не была бы так уверена, как Андрей, в том, что не будут идти организации на какие-то нарушения. Все же, наверное, кто-то где-то может попытаться схитрить в какой-то части, чтобы какую-то часть денежек отвоевать себе назад. Владимир Маматов с нами на связи, пресс-секретарь компании «Вятич». Владимир, добрый день. Да, Аня, привет. Да, да, привет, привет. Скажи, пожалуйста, у вас ведь несколько ресторанов ваших работает, в том числе в ночное время. Я не знаю, может, что-то изменилось, но когда-то мы с моей московской гостьей, по-моему, у вас в пивном дворике, или где-то, в общем, мы были, и это было ночью, по крайней мере, летом. Совершенно правильно. Так. Правильно. То есть у нас несколько контор, которые работают ночной, ну, раньше работали, сразу оговоримся. До вчерашнего дня. Да, да, это баррель, пивная, Трифон, ну, та, которая на московской 31, пивная в Хирово-Чепецке, ну, вот это вот все, оно накрылось. Да, слово пивная, это слово в названии, это не формат заведения, это именно название. Да, да, значит, я объясню, в чем дело. То есть... Что значит накрылось? Ну, накрылось в том плане, что падение выручки ожидается, вот мне вчера переслали примерные прогнозы, то есть падение выручки ожидается примерно процентов на 50. То есть потому что все эти конторы, они работают эффективно, по-настоящему они работают в вечернее время. То есть, ну, грубо говоря, вот это Чепецкое заведение, оно работает с 16, а основной поток у нас будет где-то с 21. То есть, соответственно, это все сразу же перекрывается. Вариант, что люди зайдут 21.00, выйдут 23.00, ну, практически нереален. То есть, соответственно, падение выручки, все это понятно будет. Как вы будете выходить из этой ситуации? То есть будете ли как-то резать расходы? Может быть, я не знаю, там на персонале как-то скажется? Или постараетесь сохранить для персонала, по крайней мере, все как есть? Ну, будет происходить то же самое, что происходило в первую волну коронавируса еще весной, да? Когда персонал оставался, то есть там снижали всех, естественно, зарплаты, ну, а он оставался, то есть мы сохраняли людей. И пытались развить доставку. Я вот, честно говоря, я не уточню этот вопрос. Я не думаю, что доставка сильно, как бы, сильно компенсировала то, что мы потеряли в результате вот этого локдауна, да? И сейчас она не компенсирует. Хотя, да, доставка развивается, там бизнес-ланч, обеды, все это делается в дневное время, естественно. Но это не решит вопрос, конечно. Ну, мы понимаем, что люди, которые идут после 23-х часов в заведение какое-то культурное, да, там или общепита заведения, они идут туда именно за обстановкой, за антуражем, то есть явно они идут не просто поесть, поесть просто в это время можно и дома. Это первое. И второе, все-таки у вас, ну, формат ваш такой, ваших заведений, в том числе, что там продается продукция вашего предприятия, безалкогольная, конечно же, да? Разумеется, конечно. Да, да. И ее, как я понимаю, доставлять нельзя. Естественно. То есть дистанционная торговля... Безалкогольной продукции, да? Конечно, она запрещена в Российской Федерации, поэтому это невозможно. Но этот вопрос, кстати, дискутируется, дискутируется не один год, потому что это, с точки зрения очень многих людей, это банальная ошибка, потому что мы не можем регулировать, на самом деле, торговлю контрафактным алкоголем, но я говорил как-то в эфире Эхо Москвы на эту тему. Мы не можем регулировать торговлю суррогатами в Кировской области, но реально регулировать мы это не можем, потому что у нас есть пафосные действия, у нас есть какие-то заявления, там, красивое изъятие какого-то количества того, что запрещено, но все возвращаются на круги своя, и ничего не меняется. То есть мы не можем регулировать даже это. А дистанционная... То, что мы запрещаем дистанционную торговлю, ну, достаточно смешно, на это, с вами, заглядя. А вот те аргументы, да, которые власти приводят, они состоятельны, на ваш взгляд? О том, что после 23 часов люди неосторожно потребляют горячительные напитки и потом не соблюдают социальную дистанцию. Ты про это, да? Вот, честно говоря, я меньше всего хотел бы заниматься критикой нашей прекрасной, любимой власти, по одной простой причине, там, с какого места не начни критиковать, ты можешь в ближайшее время, несколько часов, просто не останавливаться. То есть там... И само понятие критика здесь неуместно, потому что, ну, смотрите, сами по себе введение чего бы то ни было в соответствии вот этой эпидемии, там, коронавируса, еще чем-то, да, это... Вот тут я сугубо выступаю уже не как пресс-китар-овячий, как частное лицо, то есть журналист Владимир Ломанов. Я считаю, что это просто немотивировано. Я там не вижу никаких реальных обоснований тех или иных действий. Они есть, как бы, надо делать вот так, ну, окей, хорошо, то есть начальство приказало, мы, конечно, делаем, то есть все так устроено. Но, то есть критиковать какие-то эти меры бесполезно, их просто можно выполнять. Это как, не знаю, как поручение Владимира Владимировича Путина, то есть оно есть, это поручение, ты ничего себе не сделаешь, оно обосновано, необосновано, подтверждено, не подтверждено. Но у тебя целое иммунистерство, которое работает над воплощением этого поручения. Все. Если ты попытаешься это обсуждать, ты будешь идиотом. Ну, просто идиотом. Здесь та же картина, то есть да, надо выполнять. Да, если они решили, что в 23.00 мы как бы закрываемся, да, мы будем закрываться. То есть единственный момент, который смущает не только меня, но и людей, которым профессионально занят, это то, что стрижется под одну грегонку все, да. То есть вот в еду 23 часа, все закрывается 23 часа. Но, допустим, вот то же самое наше заведение в Кирове-Чепенске, мы ломаем, просто ломаем формат. То есть просто его ломаем, и ничего с этим сделать вообще никак нельзя. То есть дело в том, что вящий он впереди планеты всей, по ограничительным своим мерам, то есть и маски, и антисептики, это на заводе было введено практически через неделю после начала. То есть я таких драконовских мерчу-то даже и не помню на Кировских предприятиях. И в общепите было то же самое. Это еще, не знаю, задолго до постановления, 27 октября, это еще было все сделано. То есть поэтому, значит, ну как бы, ну вот и все, ребят. Мы будем выполнять, мы будем действовать. Да, мы потеряем деньги, люди потеряют, как бы, возможность досуга, еще что-то, еще что-то. Приведет ли это реально к ограничениям распространения коронавируса? Ну, это не наше, это вообще не наш вопрос. Потому что, вот я, например, изображать из себя вирусолога, там, эпидемиолога, врача, там, пытаться какие-то выдавать, не то что даже рекомендации, а какие-то мнения, я не чувствую себя вправе, потому что все, что я понимаю, это на уровне здравого смысла. Я никогда не занимался эпидемией. Но единственное, что я знаю, что показатели эпидемического порога, ну, старые добрые советские официальные, они, коронавирус не произошел далеко. А то, что у нас происходит коллапс медицинской системы, ну, этого следовало ожидать ввиду того, что, по-русски говоря, она была запущена. То есть она, грубо говоря, деградировала последние 20 лет. Вот сейчас она деградировала до того уровня, что с основной массой справиться уже нельзя. Ну, тут на самом деле большой, конечно, поток тех, кого надо госпитализировать, как я понимаю. То есть не так, как бывало раньше, там, во время эпидемии гриппов, например, когда в основном все сидели по домам. Ну, я предполагаю очень сильно, что, во-первых, дефиненцированная диагностика, она у нас тромает безжалостно. Во-вторых, я на себе знаю, потому что я уезжал как-то на Катана скорой, да, но было у меня сильное подозрение, я до сих пор... Я сижу сам дома, даже больше. Понятно. Я до сих пор не знаю, на самом деле, ковид у меня не ковид, но такой грипп достаточно сильный, с серьезной температурой, со всем этим. Но на скорой меня отвезли на КТ, огромное спасибо этой скорой, и вообще мне повезло, потому что КТ я отнескосил один, то есть там не было очереди вообще. Вот, ну, это огромная удача. Вот, но когда встал вопрос о том, поедете ли вы на ПЦР в Кирово-ЧПС, там 4 ночи, и когда я сказал, что не поеду, то в скорой спокойно махнули рукой и отпустили меня домой. То есть делай чем хочешь, и желай как хочешь. Владимир, коллапс, да. Ну, коллапс, да, коллапс, который можно было предположить. А ограничительные меры от него не способны. Не способны. То, что не способны, конечно. Да, я прошу прощения, что поторапливаю, просто у нас уже реклама прегламена. Две минуты должна быть в эфире. Спасибо большое, Владимир Маматов, председатель компании «Вятись. Здоровья Владимиру». Программа «Дневной разворот» продолжается, уже близится к завершению. Мы с Дарьей Топузлиевой продолжаем дозваниваться до экспертов из сферы общепита, культуры гостеприимства. Да, была с нами на связи кофейня «Шоколадница», «Вятич» заведение. Некоторые представители говорили нам, что вот эта новая ограничительная мера со вчерашнего дня кафе и рестораны в нашем городе не работают после 11 часов. Я тоже не совсем понимаю, насколько это действенная мера. Не факт, что предотвратить. Но, тем не менее, в России сегодня зафиксирован очередной новый рекорд по приросту заболевших и тех, кто погиб от COVID-19. Цифры, конечно, самые большие в Москве, Петербурге и Подмосковье, но, тем не менее, в Кирове сегодня тоже 150, и эта цифра каждый день... Тоже рекорд. Ну, она и вчера была рекордом, и позавчера была рекордом. Для нескольких человек каждый день больше выявляется или публикуется в статистике. С нами на связи сейчас Иван Полушкин, управляющий ИСУ, владелец Бара «Конструктор практик». Иван, добрый день. Добрый день, добрый день. Да, Иван, скажите сразу же, вот это распространение, ограничение не работать после 23 часов на вас, на какие-то мероприятия, которые у вас проходили, распространяется или нет? Да, конечно, распространяется. Ну, то есть, сейчас такая очень удобная мера, то есть, в 23 часов никому... Ну, то есть, все могут работать, а потом как бы не работать. Это легко контролируется, лучше, чем ночью, там, и так далее. На нас, конечно, распространяется, но все равно у нас все так построено, что мы работаем как раз в пятницу, субботу, наши основные дни, после 23 как раз мы и начинаем работать. Поэтому тут, так скажем, подталкивают нас в нелегальное поле. Вот, не только нас, я не думаю, что меньше станет мероприятий, вечеринок и так далее, просто они уйдут в нелегальное поле. А я не очень себе представляю, а как это в нелегальное поле? То есть, это вот... Ну, будут... Как туда пробираются? Это же видно, что люди туда заходят, в какое-то заведение. Ну, смотрите, просто люди ориензуют площадки, делают там закрытое мероприятие, и все точно так же проходит, как бы это проходило в легальном поле. Только будет все в нелегальном поле, никто это не может проконтролировать и так далее. То есть, момент именно апрета – это не выход. Вот я так считаю. Нужны какие-то альтернативы, не знаю, как в Москве, может, с QR-кодами и так далее. Потому что, я вам уверяю, мероприятий меньше не станет. Ночных точно. При этом, я так понимаю, что проконтролировать соблюдение на этих мероприятиях мер санитарной безопасности будет сложнее, потому что мероприятия нелегальные? Это будет невозможно, потому что сейчас вот мы, например, мы как бы официальное юридическое лицо и так далее. А если это просто будут нелегальные все эти стуки, как в имена сухого закона, а это будет. Ну, это просто невозможно будет проконтролировать. Вот о чем речь. А если вот не брать в расчет эти же QR-коды, понятно, что, наверное, в Кирове нет таких возможностей с точки зрения ПО, чтобы все это обеспечить. Какие-то еще заведения, не знаю, могли бы предложить Роспотребнадзору инструменты, чтобы сказать, давайте вот не будем делать вот это, а сделаем вот так, вот это будет эффективнее. Приходите к серокопии паспорта. Еще раз, можете, смотрите, вас, я объясняю, что я не слышал. Что можно предложить властям, Роспотребнадзору, вот что заведения могут предложить вместо вот этой меры с 11 закрываться? То есть что, на ваш взгляд, будет более эффективным? Ну, то есть если не брать в расчет QR-коды, которые в Кирове, наверное, сложно внедрить? Ну, не знаю, мы готовы сделать термометрию, там, не знаю, у каждого гостя на входе вполне возможно, и QR-коды тоже вполне возможны. Мы готовы внедрить какие-то вот такие вот истории, только... Только не закрывайте. Да, да, да. Да, Иван, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, вот вы сказали, пятница, суббота, там наши мероприятия, которые проходят после 11 часов, это там основной источник дохода, это самые как бы большие мероприятия по гостям. То есть в будние дни меньше поток? Ну, естественно, естественно. Я думаю, что более там 40, наверное, воведений таким образом пострадает, но это как минимум. А вы можете определить примерно хотя бы там, да, вот какой процент вы потеряете от выручки? 90%. 90%. У нас сейчас был представитель Вятича, который сказал про 50, и нам показалось, что это уже очень много. 90%... Ну, у нас 90%, потому что, ну, сейчас, ну, ситуация такая, что все мероприятия приносятся снова на весну, вот, и получается так, что и вечерних таких-то мероприятий, а не концертных, а просто каких-то там, лекционных и так далее, их тоже очень мало. Например, на этой неделе у нас только вечерние мероприятия в субботу, а ночью мы не можем делать ничего. У нас хэллоуин, хэллоуин, это выручка примерно как в новогодние праздники, там и так далее. Ну, вот мы потеряем очень много. А успели провести вы какие-то мероприятия, концерты, возможно, за счет чего-то хотя бы пополнить бюджет свой? Ну, нет, мы на последнем отдыхании, я бы так сказал, и как и многие. Я даже не знаю, что еще спросить. Не, ну, что ты тут можешь спросить? Просто когда ты слышишь цифру 90% потерь в доходах, то тут вообще думаешь, что люди, которые еще продолжают работать, это просто вот, ну, я не знаю, подвижники какие-то просто. Ну, я вам больше скажу, что все равно хэллоуин-то у всех пройдет, но просто, ну, вот, наверное, вот в тех заведениях, которые начали контролировать, вот к нам тоже приходили, например, в прошлую пятницу, те, которые начали контролировать, у них, возможно, этих мероприятий-то и не будет. Но вот я знаю, что, например, в городе будет очень много мероприятий, с ним связано, просто оно будет в нелегальном поле. Вот и все. Ясно. Спасибо большое, Иван. Это был Иван Полушкин, направляющийся владелец бара, конструктор-практик. Ну, вот, совершенно полярные точки зрения, да? Ну, потому что есть заведения разного формата. Из заведения разного формата. Понятно, что есть заведения и семейные, да, и есть рестораны, куда люди приходят, например, им не важно, они могут прийти там в 10 вечера туда или могут прийти там в 12. Бывает такое, наверное, да, какие-то поздние гости. Вот. Но есть заведения формата, вот, вятичи, например, да, их кафе и ресторанов, в которые люди ходят с конкретной целью. Продукцию попробовать. Ну, удивилась ты тоже так нелегальным вечеринкам. Ну, я здесь делала вид, на самом деле, что удивилась, потому что я так-то слышала, конечно, что они проводятся, но мне просто казалось, что если летом это ещё как-то можно проводить, то вот сейчас, ну как? То есть ты едешь... Это как вообще может проходить? Это где? Это в ангаре каком-то? Как можно не знать, что это проходит в городе? Роспотребнадзор не знает, что ли, об этом? Или знает и глаза закрывает? Ну, слушай, ты не можешь обойти вообще все заведения города. Это невозможно. То есть это в заведениях проходит? Ну, конечно, в заведениях. Так ведь видно, что туда люди заходят. Ну, вот заведения могут быть самые разные, абсолютно разные. Вот я, например, бывала на таких вечеринках в Коминтерне. Кто поедет в Коминтерн? Роспотребнадзор. Или они до шести? А, они до шести работают, наверное, просто. Огромное количество таких мероприятий организовывается просто людьми без статуса там каких-либо ООО, владельцев или еще чего-то. То есть арендуется площадка под какое-то конкретное мероприятие. По своим бросается клич, собирается там порядка 100-150-200 человек. Ну, 200 это, наверное, без масок. Дарья сделала сейчас сложное лицо. Вот, ну, это на самом деле, это то, о чем я говорила просто, да, если, и то, кстати, то, о чем говорили на самом старте вот этих всех ограничительных мер представители общепита, гораздо проще проконтролировать легально работающий бизнес, общепит это или салон красоты или еще что-то, чем запретить легально работающий бизнес, закрыть его на клюшку, а потом пытаться ловить тех, кто дома что-то делает. Мне вот тут еще в этом видится опасность какая-то. Сейчас совершенно очевидно, что государство там несколько просело по деньгам, да. Все мы понимаем, что ситуация сейчас и в медицине, и вообще в принципе там по эпид обстановке хуже, чем была в первую волну. Естественно. Но меры не сопоставимы, там, первая и вторая волна. То есть получается, что не получилось бы так, что власть пытается изобразить некоторые ограничительные мероприятия. А, то есть власть не может дать денег, поэтому все надо закрыть. Ну тут, видишь, как бы ведь не закрывают ничего. Как не закрывают? Ну вот закрывают вот узкую прослойку заведений, вот конкретно, да? Пока. То есть опять у нас, получается, страдает какая-то узкая часть населения, которая не может выйти там в количестве тысячи человек на театральную площадь и сказать, если вы нас закрываете, дайте денег. Мы об этом говорили вот на протяжении всего, всей этой эпидемии, что чем уже эта часть, тем сложнее ей добиться какой-то справедливости. Вот здесь точно так же получается, что с точки зрения меры это совсем не мера. Это никак не отразительно распространение. Это никого не защитит, никого никак вообще не поспособствует ни снижению этой заболеваемости, ни распространению, ничему. Но при этом оставит за бортом, опять же, кучу бизнеса. Я вспоминаю просто пост в Фейсбуке довольно известного журналиста Романа Супера, когда начинался учебный год, где-то в конце августа он разместил у себя этот пост по поводу того, что посетил виртуальное родительское собрание. И вот там у него была замечательная фраза, которая мне очень запомнилась. Да, что делать никто не знает, поэтому сделали чего-нибудь. Вот здесь примерно то же самое получается. Вот это вот чего-нибудь, при этом я не к тому, что да, сейчас там призываем опять объявлять всеобщую самоизоляцию или еще что-то, но вот по примеру там Франция, да, вот Франция ушла на карантин, Германия, как мы уже говорили, со 2 ноября, по-моему, Чехия там вводила какие-то меры. С одной стороны, вроде бы учитывая этот уровень заболеваемости, должны быть какие-то меры более обширные. С другой стороны, эти обширные меры должны быть подкреплены опять же, какими-то финансовыми влияниями, какой-то поддержкой финансовой. Что будет или не будет осуществлено? В финансовой поддержке есть ощущение, что не будет, потому что если бы была возможность ее оказать, начали закрывать бы все раньше. Ну, тогда непонятно, доколе, что называется, будет ложиться эта огромная нагрузка на систему здравоохранения. Как долго она сможет выдержать? Ну, до момента, когда мы все переболеем, видимо, кто-то дома, кто-то в больнице, и потихоньку пойдет на спад. Видишь, я думаю, что проблема не только в том, что какой-то разгул коронавируса или еще чего-то, а в том, что ведь есть еще и куча людей, которые болеют другими болезнями. Да, они никуда не делись, конечно. И тоже сейчас многим приходится нелегко. Именно поэтому мы с Даритой Пузыревой ведем эфир в масках, хотя, честно, что... Если честно, мне уже тяжело. Да, тяжеловато, конечно, да, но тем не менее, все-таки мы это делаем и всех, конечно, призываем, находясь в публичных местах, в общественных местах, это делать, потому что даже если вы в маску не верите, как написано у нас на объявлении... Маска не Иисус, чтобы верить в нее или не верить. А, вот так, да, нет. Я просто хотела сказать, что даже если она дает 5% защиты, это все равно какие-то там сэкономленные часы работы медиков, да, и, возможно, кому-то медицинская бригада успеет раньше, потому что к вам ей ехать не придется, вы не болеете. Анна Лапшина, Дарья Пузырева, прощаемся с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова